Сейчас появились такие новые современные опции, как онлайн-трансляция богослужений. Как Вы относитесь к этим процессам? Сейчас появились не только онлайн-богослужения, сейчас появились и молитвы утренние-вечерние на дисках или на флешках, и прочие акафисты песнопения. То есть можно вставить их буквально, найти в интернете и прослушать. Сейчас очень много всего такого, и там сайты есть той или иной епархии, того или иного храма или монастыря, где можно ознакомиться с монастырем, с храмом, с епархией. Но, конечно же, это всего лишь ознакомление. Это не жизнь в храме. Это мы лишь информационно знакомимся с этим местом. А чтобы воспринять благодать, надо участвовать в таинстве. Допустим, в таинстве литургии. Мы должны присутствовать там, мы должны иметь вот эту соборную молитву, мы должны прикладываться к кресту, мы должны причащаться. Как онлайн можно причаститься? Такого не было и не будет, я думаю, никогда. Поэтому, конечно же, невозможно онлайн, так сказать, покреститься, онлайн исповедаться, причаститься. Невозможно это. Конечно, это есть в этом польза, как, например, для инвалидов, которые не могут по своей немощи оставить квартиру или какую-нибудь больничную койку и прийти в храм во время Пасхи или еще в каком-либо празднике. Но участвовать в богослужении необходимо лично, не в онлайн-режиме, а лично, так сказать, телесно присутствуя там. Поэтому здесь мы можем и молитвы прослушать, если, например, нет возможности молитвы, на и правило, прочитать вечером, потому что ты возвращаешься поздно, но взял наушники, прослушал его, когда ты, так сказать, в электричке, например, находишься. Это тоже будет, так сказать, молитвенное правило, но настолько, насколько ты будешь глубоко слушать это, не отвлекаясь. И молитва, которая читается человеком или которая слушается, они, конечно, разнятся по качеству. Здесь, я думаю, все-таки нужно участие во всем – и в молитвах, и в богослужениях, и в таинствах. Но Вы не против трансляции? Я не против трансляции, но ее надо использовать как дополнение к основной жизни внутри Церкви. Субтитры создавал DimaTorzok